В Гродницком облсполкоме состоялся торжественный прием у губернатора ветеранов Великой Отечественной войны. В зале приемов собралось более двух десятков участников войны, бывших партизан, малолетних узников из всех районов области. Минуты молчания почтили память тех, кого сегодня уже нет в живых, отдали дань уважения народной трагедии и подвигу героев. Каждый ветеран получил памятные именные поздравления, цветы и ценные подарки. А председатель облсполкома тепло поздравил гостей и вручил всем юбилейные медали. Люди прошли серьезные испытания в своей жизни, много видели, много сил отданы. И мы им благодарны, что они сегодня вместе с вами, с нами. И это наша живая история, живая память. Для нас это очень многое значит. Ну а в целом на Гродничине, как и по всей Республике Беларусь, у нас сегодня проходят мероприятия, посвященные этому юбилейному событию. Завтра у нас пройдут торжества в областном центре в Гродно, в восстановленном, реконструированном Кургане Славы. И аналогичные мероприятия будут идти во всех районных центрах Гродничины. Владимир Кравцов правду о войне слышал от отца, который принимал непосредственное участие в боях. Он сражался во Втором Белорусском фронте, дошел до Берлина. И, безусловно, я многое от него услышал, о тех событиях, правду от той жизни военной и об этой истории. Губернатор отметил, что, к сожалению, время берет свое. Ряды ветеранов редеют буквально на глазах. Многие уже не могут по состоянию здоровья принимать участие в торжествах. Еще только в начале года в Гроднинской области проживали полторы тысячи участников войны, а сегодня уже 1258. В чествовании ветеранов принимали также участие председатель Гроднинского областного совета депутатов Игорь Жук, председатель Комитета по труду и социальной защите Анатолий Земновода, командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Сергей Потапенко, военный комиссар Гроднинского областного военного комиссариата полковник Вячеслав Романенко, председатель Гроднинского областного совета ветеранов Игорь Тустов. Ирина Герасимович, Андрей Шмыгин, Сергей Печерица. Новости Гродно+.